Всем огромный-огромный привет из примерчного Генекло. Мы вернулись на наше старое место, наше любимое, большая-большая, примерчная. Это меня очень любезно пустили, разрешили зайти. Это, в принципе, для инвалидов. Но когда инвалидов нет, то они разрешают всем. Набрала я вещей. Значит, ну, что вам сказать, очень бедно, очень бедно в магазине смотреть не на что. Все какие-то спортивные штаны. Ну, вы видели, я снимала. Какие-то шортики, пижамки. В общем, спортивные какие-то шорты. В общем, совсем-совсем не то, что мы любим. Я люблю. Не знаю, как он слышит. Но, тем не менее, я кое-что нашла. Причем настолько кое-что, что мне даже все не удалось взять с собой. Что-то у меня осталось там на входе. И сейчас я буду все быстро уметь, потому что у меня так много, чтобы не растягивать это все удовольствие. И у меня тоже времени нет. И, в общем, о господи, как всегда. Моримей по платье. У них три, по-моему, или два платья моримейка я принесла. Ну, они, по-моему, не на сейле. Они, по-моему, еще за полную цену. Но на них... Но они остались буквально вот считанные-считанные платья по одному в магазине, по два. Быстренько очень покажу, что нам на сегодня. Нам на сегодня платье. Это платье из Зары. Это стопроцентная вискоза. Подкладка из вискозы. У нас очень жаркая. И вот, говоря о том, что в Заре нет натуральной ткани, я вам хочу сказать, что у нас на улице 32 градуса. И мирно, мы не жарко. Потому что это хорошая ткань вискоза. Очень интересный дизайн. В принципе, ну, как бы, ткань, просто сам рисунок ткани очень интересный. Я вам сейчас покажу, вот, как он выглядит. Обрезан сшит вот как-то так из клиниев. Оно только немножко светится. Там есть подкладка. Коричневые такие, бежевые псоножки. Украшение у меня сегодня из секонда. Помните, вот эту вот цепочку я вам показывала в одном из своих влогов, что я... Ну, не влогов, а вернее, когда я показывала, что у меня такие украшения у меня из секонда. Я показывала это даже не цепочка, а колье с медальоном. И я говорила тогда, что я очень хочу найти под него серьги. Я нашла. У меня вообще есть несколько очень интересных находок из секонда. У меня есть несколько очень интересных находок. У меня просто нет времени снять это видео. Я очень постараюсь его снять. Я надеюсь, что вам хочется тоже посмотреть. И вот я нашла. Это клипсы. Они, видите, чуть-чуть в чуть-чуть прям подходят под это. Вот. Я очень рада. Я просто очень счастлива. А, и сумка у меня. Вот это моя плетеная старая сумка. Вы ее тоже видели. Я бы ее показывала. Я носила ее все прошлое лето. Я носила ее осенью. На работу я нашла такую большую сумку. У меня была такая кожа, но я долго носилась. Сейчас я сменила ее на эту плетеную, потому как лето. Все. Давайте будем проверять. Потом уже болтать. Все обсуждать и рассказывать. Так, я предстою перед вами в непривычном образе. Этот топ я принесла просто потому, что у меня нет никакого топового. Я взяла сразу две пары брюк. И я принесла что-то, чтобы померить брюки. Значит, топ такой обычный, молочного цвета. Они есть, по-моему, в черном и в горчичном. Вот так вот он выглядит, размер смол. Он очень большой. И на мне брюки, девочки, которые мне очень, по-моему, велики. А может, и не очень велики. Но, в общем, сейчас я постараюсь вам их показать. Потому что из-за этого топа они плохо видны. Это коллаборация Unique. Они вот такие вот большие, длинные. Вы знаете, что я, когда их надела, первая моя мысль была, о, как жалко, как они мне велики. И я сейчас вам объясню, почему они стоят сейчас всего лишь, вы видите, видите, 10 долларов, 9,99. И это коллаборация Unique. Лу-Ю, правильно? Да. И вот такие вот симпатичные, очень симпатичные брюки. Их, конечно, надо подвернуть. Вернее, подкоротить мне чуть-чуть. Потому что даже как брюки, палатки, пол, они мне длинные. Они мне очень нравятся. Я не знаю, мне брать их или нет. Потому что это произойдет впечатление, что, ну, как бы, чувствую я, что они мне большие. Видите, вот. Вот, видите, большие. Топа тут, конечно, они в силу и в городу огромные. Но мне надо было с чем-то померить брюки. Вот в талии они мне велики, в бедрах не очень. Но, какие классные, вообще классные. Но, я что-то, не знаю, мне что-то кажется, что они должны быть чуть-чуть поменьше. Вот так вот. Вот если бы они были... Вот так вот я их потянула. Вот сейчас они выглядят намного лучше. Да, жалко. Так, пошли дальше. Вот так они выглядят. Видите, они стоили 50, сейчас они стоят 10. 50 размер, конечно, не великоватый. Красивый очень цвет, такой лилово-коричневый. Хороший блюд, хорошо сделан, но великоватый. А, называется Дарн Браун, темно-коричневый. Я бы сказала, что они немножко такие лиловые, правда? Ну ладно. Так, другая проблема, эти брюки маленькие. Почему я взяла это размер смол? Почему я взяла размер смол? Потому что был, по-моему, смол и экстрелальч, или что-то такое. Я решила, что экстрелальч мне будет велик, а смене мне, конечно, не малова. Хотя, вот по длине они мне в самый раз, мне очень нравится их цвет. Я к ним принесла пиджак, сейчас я его примерю с пиджаком. Примерю, и будет такой костюм. Мы сделаем с вами костюм. То есть, знаете, так даже... Нет, ну видно, что малые. Видите, карманы так торчат, они не должны быть этому. То есть, медиум был бы мне в самый раз, но медиум не было. Жалко, они, по-моему, 13 долларов сейчас стоят. Очень неплохие брючки. Боже мой, Сереб, ты не чих пора. Что происходит? Может, мне маску надели? Пиджак классный, пиджак мне очень нравится. И он, по-моему, сейчас на цели, он был 60, а сейчас он, по-моему, не то 19, не то 29. И на самом деле, вот с брюками, сейчас я подниму этот топ, чтобы оно как-то не мешало нам, да? С брюками выглядит очень хорошо, вот как костюм, если бы брюки мне были как раз, потому что все это сейчас на распродаже. Но пиджак действительно классный, такой легкий, цвет красивый, хороший размер, хорошая длина. Он длинный, но он не огромный, не очень оверсайз, а такой, знаете, как надо, вот. Как бы и немаленький, и немаленький, и не очень большой. В принципе, я его могу даже застегнуть. Ну, вот это медиа, медиа у меня как раз размеры, брюки медиа тоже были бы очень хорошие. И вообще, как костюм, это было бы очень красиво, по-моему, на мой взгляд. Но брюки малы, а размера моего нет. Да, даже с этими пусоножками мои подходят, да? Подсмотрим. Очень здорово. Пиджак мне прям нравится, прям я подумаю насчет. Так, вот эти брюки, они стали 40 долларов, сейчас они вам стоят 12. И тут написано Linen Blend, это значит с примесью на. То есть это не 100% лен, а с примесью на. И вот этот пиджак, который размер медиум. Вот такой. Симпатичный. Он стоил 60, сейчас, по-моему, 20. И у него состав. У меня же без очков, девочки. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. 43% район, 34 лен, 23 полиэстер. Ну, в общем, с примесью, как это называется. С примесью на. А, и футболка. Ну, я даже не знаю, показывать. Показывать обычная такая футболка. С такими вот рукавами. Модная сейчас. Размер смол. Как видите, она очень большая. И она прям большая. Ну, и я надеюсь, что она сделана. Это коллаборация. И я думаю, что она сделана из хлопка. Хотя, не полностью. Есть хлопок, еще что-то. Есть хлопок, 29% полиэстера. В общем, я думала, она полностью хлопковая. Хорошо, если бы вот здесь, то там у меня маленькая. Но это экстрасмол. Что же я? Что же вы хотите? Да, может, это называется. Тоже очень подходит, кстати, с моими пасоножками. Симпатичное платье. Очень милое. Такое. Летнее. По большему размерчику. Голова супер. Но размерчик, как соснул, единственный бассейн. Красиво. Правда. Она, может быть, так это не видно, но у него столько всяких здесь красиво, приятных деталей, таких вот какие-то защиты. Вот такая мережка на талии, тоже карманы. Очень приятные ткань, и смотрят оставшиеся с ним. Вот, кстати, померила его с этим пиджаком. Просто, чтобы показать, что вот такие пиджаки, они прекрасно носятся со всем. И можно носить вас с таким вот платьем. Замечательно выглядит, по-моему. С шортами, с брюками, с юбкой. Ну, с чем угодно, правда? Вот, потому что оно правильного он пиджак. Правильного размера, правильной длины, правильной ширины. Просто очень я... У меня просто есть похожего цвета. Не совсем такого, но похожего. Я взяла его, но мне как бы... Есть у меня похожий, хотя жалко. Неплохо, правда? Симпатично. Окей, ну такой миленький оплатится. Как видите, размер экстрасмол какой-нибудь, а он у меня мало. Ну, да. А, сейчас он стоит 20 долларов всего лишь. А 160. Очень жалко. Состав его... Район, сто процентов район. Хороший состав, хорошая платья, симпатичная, очень легкая. Такое, знаете, к чему не обязывающая. Большая расцветка, в общем, ну, anyway, баллоновый. Девочки, это любовь. Это любовь с первого взгляда. Я не знаю, но вот это мое фасон, расцветка, цвета. Это коллаборация с Моримеком, как вы, наверное, уже догадались. Это размер смол. И оно, в принципе, нормально. Хорошая длина, хорошая ширина. Карманы такие интересные, знаете, простроченные. Я сейчас посмотрю, сколько оно стоит. Я не думаю, что оно на распродаже. Но, по-моему, долларов 50. Я, наверное, разговариваю с девчонки. Потому как... Вот у меня есть одно платье из Моримека. Нет, из Юник Локеров. Коллаборация с Моримека, в котором я была в одном из своих локов. Такой жёлтый, с белым. Все его ужасно хвалили, потому что она действительно очень хорошая, необычная, интересная. Ну и вот это, конечно, это супер. Конечно, это расцветка. Мимо вас никто не пройдёт. Но сам вот фасон и какой-то вот вайбовый, знаете, курортно. Ветний курортный такой. Такой. Очень мне нравится этот фасон, вот этот широкий. Просто очень нравится. Просто супер. Просто класс. Да, нравится. Нет слов. Вообще ни к чему придраться, правда. Я бы хотела, но не могу. Так, давайте я вам сниму с чего. Это платье Моримека. Это размер СМОЛ. Так, что я принесла вторую партию. Сейчас я вам буду показывать. Значит, это размер СМОЛ. Оно стоит 50 долларов. Я не думаю, что оно на селе, но я спрошу. Хотелось бы. Было бы очень приятно. Сто процентов катон. Ну, супер. Так, и что я принесла, девочка? Я принесла вторую партию. Здесь у меня много платьев Моримека. Пардон, простите мне за кривые руки. Значит, платье Моримека ещё одно. Точно такой же, как это в цветы, цветное, но такие большие горохи. Но, правда, размер Моримека, надо пометьте. Следующий ещё одно платье Моримека, Сарафан. Вот такой вот синий-белый. Тоже мне очень нравится расцветка. Просто очень нравится расцветка. Это тоже размер Моримека. Мидиум и стоит оно... Ну, потом я посмотрю, вам скажу. Ой, не могу. 60. Вот это, как ни странно, не Моримека. Это Сарафан. Я принесла его ради интереса. Просто потому, что я хочу померить. Это какая-то у них новая коллаборация. Посмотрите, как похожа ткань с Моримека. Сейчас я уберу это, и вы увидите. Так, сейчас я это всё вырежу, потому что я очень много машу руками, вешала платьями. Уже, наверное, у вас в глазах тяну. Так, вот это платье Моримека. Вот это платье не Моримека. Посмотрите, какой Сарафан. Это какая-то коллаборация, какой-то, вот так называется, не знаю, Касси Барнис, видимо. Что-то не сделано в Австралии, но это какой-то австралийский дизайн. У них такие, я бы снимала в Австралии, у них такие цветные платья, какие-то пижамки, штанишки. В общем, мне просто было интересно помериться. Оно, конечно, такого немножко детского фасона. Я взяла размер медиум, хотела ларш, но не нашла. Я думаю, что мне нужен ларш. Давайте с него и начнём. Люба должна сказать, что это лучше, чем я ожидаю. Размер медиум мне абсолютно точно как раз подходит. Я думала, что мне нужен ларш, потому что здесь я посмотрела, и я подумала, что здесь оно может быть узкое. Я вам даже больше скажу, что медиум мне вот так вот тут в подмышках великоват как-то. Могло быть поменьше. Шлейки, по-моему, здесь регулируются. То есть их можно сделать меньше, немножко поднять, чтобы был меньше вывес. Слушайте, оно очень симпатичное, очень милое. Такая красивая расцветка. Очень похожа на маримейка, но не маримейка. Такая шелковистая ткань стоит на 40 долларов. Боже, как ты что. Хорошая длина. Вот такая вот длина. Очень симпатичная. Очень, прямо очень симпатичная. Это размер медиум. Очень мне нравится. Красиво, правда? Такое миленькое. Сейчас я посмотрю, с чего она сделана, какой в нем состав. Пролезная, пролезная платьица. Летненькая, сарафанчик. Снимаем. Снимаем. Значит, размер мы медиум. Состав. 100% в район. Ну что ж, неплохо. 40 долларов. И оно, конечно, у нее распродажа, потому что это новая коллекция. Они только поступили к ним. В общем, вот такая вот прекрасная, приветственная новота. Девочки. Это тоже маримейк. Это размер медиум. И оно мне, конечно, великовато. И вообще, мне кажется, что вот эти круги меня как-то полонят. Может, и нет. Точно такой же, как вот этот цветочек. Только вот такие вот большие круги. Потрясающая расцветка. Если честно, мне очень это нравится. Но это размер медиум. И он мне как-то очень много тканей, по-моему, для меня. Хотя оно должно быть такое объемное, большое. Но как-то вот тут вот это вот великоватые подмышки. Вот тут великоватые. Ну и по-моему, круги как-то полонят немножко. Мне кажется, цветочки как-то лучше. Правда? Вот такое вот платье. Вот такая расцветка маримейка. Чудесная, чудесная. Она не такая яркая, как в цвете, но она у Бога какой яркая. То есть она не яркая, но она бросается в глаза, и мимо вас снова никто не пройдет. Спокойно, не обернувшись. Так, ну вот она, размер медиум. Ну то же самое, с Пседоров. То же самое, что в цветы. Сто процентов готов. Вот так она выглядит. Интересно лучше. Абсолютно шикардосный сарафан. Вот это тоже медиум, но он мне как-то получше. Ну вот тут немножко великоват. Но за счет того, что здесь, вот здесь сзади у него сделана резинка на... Я потом сниму вам покажу. Как бы на пройме. Ну это сзади пройма. Сейчас. Вот видите, вот здесь вот сделана резинка. И она не очень низкая. То есть как бы она довольно низкая, но... Немножко виден бюстгалтер, но в принципе эти шлейки можно подшить как-то так. Не страшно. Но оно, конечно, большое, такое длинное. Это же из кармана. До пола, ну почти, что оно у самого пола. Но это такое, знаете, богатое платье. Вот оно мне не настолько велико, как-то у горох. А может быть, из-за родственной цветки оно у меня так сильно и не полны. Поэтому кажется, что оно меньше. Но цветка мне очень нравится. Вот эти вот цветы велосиние. Такая джель, такая, знаете... Ну что-то такое очень эллическое, но очень красивое. И что мне нравится, что у них у всех есть карманы. Мне не очень нравится, что оно настолько длинное. Ну как бы потому, что оно слишком длинное. И я на каблуке, а если я слезу с каблука, то это будет мне до пол. Ну, такая идея, видимо, оно должно быть такое. Потому что оно... Ну, такой вот сарафан пляжный, пилотный. Классный. Классный, классный, классный. Такая немножко я матрёха в него. Начальник матрёшки потом. Ну, ничего, но это как-то такой... Классный такой. Смотрите, как здорово его можно носить с пиджаком. Когда вы надеваете его с пиджаком, оно перестает быть сарафаном пляжным. Оно превращается в такое длинное, нарядное платье. Может быть, пиджак нужен другого цвета. Возможно, синий или белый. Или какой-то такой молочный, джинсовый. Куртку джинсовую. Ну, в общем, что-то такое. Если вы наденете что-то сверху, то у вас как бы оно перестанет быть... пляжным пляжным одеянием оставить вполне себе одеяние. Так, вот такое. Ну, сейчас я вам покажу, как оно выглядит сзади. Если вы не разобрались, но мне... Видите, у него сзади сделана резинка. Здесь за счет этого оно не очень великолепно. А так, в принципе, оно тоже в медиуме. Оно стоит 60 долларов, немножко подороже. О, ну, оно на селе, оно стоит 50. Окей. То есть, значит, они эти маримейки немножко на распродаже. Тоже, конечно, 100% катон. Ну, окей, я так и спрошу про это. Не про это горошек. Если это на распродаже, то остальные, возможно, тоже. Спасибо. Это власть из коллаборации Unicloin. Я вам такое мерила. Темно-такого синего-поселькового цвета. Я его даже купила. А сейчас я вам мерю желтая. И она сейчас за 13 долларов здесь на селе. Это размер смол. У него очень длинная околота, которую мне надо было подкрутить. Но оно очень красиво цвета. И очень манит меня. Сломит своей ценой, расцветкой. И, по-моему, у него неплохой состав. Я потом проверю. Я вам скажу. Ну, посмотрите, какой шикарный цвет. И вообще, оно очень приятно к телу. Оно очень красиво лежит. Оно так струится. Карманов жалко в нем нет. Но это смол. Слушайте, оно такое большое. Ну, то тоже я помню, что я смол покупала. Или я не покупала уже. Или я примеряла. Я уже не помню. Друзья, ну, это очень красивый цвет. Оно не желтый. Оно такой желто-горчичный немножко. Не ярко-желтый. Такой желтый, благородный, интеллигентный желтый цвет. Супер. Очень красиво. Очень мне нравится. Вот видите, оно стоило 60 долларов. Я, по-моему, в тот раз примеряла. Оно стоило 19 или 20 или 30. Я не помню. Сейчас оно стоит вообще 13 долларов. Состав у него район 100%. Но оно чувствуется как шок. Оно ощущается как шок. Оно такое приятное. Слушайте, за 13 долларов, девочки. Ручки-ручки чешутся. Ручки шопоколика зачесались. Я бы хотела еще добавить, что прежде чем я ушла из магазина, я нашла две замечательные, потрясающие вещи, невероятные находки за очень хорошие деньги. И я их не показала здесь в примерках, потому что нашла их уже после того, как я примеряла, уже когда я шла по дороге в кассу. Я обязательно сниму видео, что я купила в магазине Uniqlo. Обязательно дождитесь. И я буду рада, если вы его посмотрите. Все, дорогие девочки, облачилась я в свое. Устала, разлохматилась. Забыла застегнуть замок свой. Минуточку. Хорошо, что так провела рукой. Это так бы и пошла в расстегнутом платье. Красавета, конечно. Ой, устала очень, потому как я с работой, и вот эти все примерки. За это можно мне поставить большой жирный лайк. За старания и усилия. Естественно, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Я буду всем очень рада. Я отвечаю на все-все-все комментарии. Я в контакте со всеми моими зрителями. И буду всем очень рада. Ну все, на сегодня все, девочки. Вот такие у нас сегодня примерки. Юникло вернулись. Ура, слава богу, распродажи. Новых коллекций пока особенно нет. Но я показала то, что могла. Надеюсь, что вы ко мне еще вернетесь. Надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч. Привет из жаркой Канады. Пока-пока-пока. Продолжение следует.